Городки – добрая, веселая, активная игра, доступная всем от мала до велика. Любители этого вида спорта в Красноярске объединились в Федерацию для проведения тренировок и соревнований, а также для участия во всероссийских чемпионатах. Герасим Александрович, руководит Федерацией городошного спорта, является настоящим экспертом. В городки начали играть еще 300 лет назад с легкой руки полководца Александра Суворова. И с тех пор игра проходила несколько этапов спада и развития в нашей стране. Это спортивная игра с 300-летней историей. Основы городошного спорта в этом виде, как сегодня играется эта игра, заложил Суворов Александр Васильевич, знаменитый наш генералиссинец. Когда он своих гренадеров учил глазомеру, меткости, координации движений, крепости города превратились в нарисованные линии. Фигуры защитников имеют название все в основном военные. И вот этот квадрат по названию города, он и называется, кстати, официально город, получил название «Игра в городки». В Красноярском крае с 47-го года в этом году нашей федерации 75 лет. В последние несколько лет любители городошного спорта работают над улучшением условий для спортсменов. Одна из задач – добиться создания крытой площадки для зимних тренировок. Еще один важный момент – тренерская работа. Необходимо привлечь к обучению игре в городки профессионалов. Культивируется городошный спорт на сегодняшний день в 12 территориях края, 12 муниципальных образований. Хотя на проведение спартакиада ветеранов спорта, в том числе там был городошный спорт внутри этой спартакиады, я был главным судьей, подали заявки 22 муниципальных образования. Значит, потенциально мы рассчитываем, и вот себе включили в план на следующие 4 года, довести культивируемый городошный спорт не менее чем 20 муниципальных образований. Сейчас любители городошного спорта собираются на новом небольшом корте. Здесь играют и дети, и мужчины, и женщины, и ветераны. Самый демократичный вид спорта – из активных, на свежем воздухе. Почему? Потому что играет с 6 лет, могут уже играть, и верхний предел не ограничен. Играют мужчины, играют женщины, играют ветераны, значит, играют дети. Правила игры простейшие. Из квадрата, называемого городом, город-пригры. Нужно выбить определенное количество фигур, составляемых из 5 городков, определенным количеством бросков биты. Чем меньше бросков биты мы производим, выбиваем это количество фигур, значит, кто победитель. Партия в городке состоит из фигур, которые нужно последовательно выбить. Для этого используют биту, которую каждый игрок выбирает под себя. Я не могу определиться, с какими-то битами у меня получается хорошо, с другими плохо, и поэтому я еще пробую, и уже найду, когда ту биту, которая будет моя, я буду ей играть постоянно. Для большинства любителей городков это отличная возможность активно провести время на свежем воздухе, пообщаться с людьми, получить физическую нагрузку и поднять себе настроение. Мне не важно медали, не важны медали для меня. Мне важна сейчас такая ситуация, что пожилые люди все сидят дома, никого не вытянуть, и поэтому, а здесь на воздухе, хоть дома не приходится много, ну, как бы ходить специально, а здесь вот 2-3 часа я с удовольствием хожу, и меня все время тянет сюда. И даже если удары не всегда получаются, в этом виде спорта точно главное – это участие и удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok